Друзья, приветствую всех на канале The Monoflife. Сегодня у нас 27-е, да, 27-е уже декабря. И сегодня я перезаселяюсь в другой отель. То есть я выселился из отеля Сидэ и заселился в отель, называется Аренахотель. Сейчас хочу сделать вам тоже честный первоначальный обзор номера. Как он выглядит этот номер? Комфорт. Класс. Стоит цена вместе с завтраком 69... Да, 69 евро. Нет, стоп. 69 евро. Сейчас я уточню еще по цене и вам потом расскажу, когда буду раскладывать. 69 евро в первоначальной цена, я вам говорю, вместе с завтраком. И давайте делаем первоначальный честный обзор, как выглядит комната. И потом, когда я буду выселяться, я вам опять же расскажу, какие были недостатки, какие были плюсы и тому подобное. Все, начинаем обзор комнаты. Итак, небольшое уточнение. 59 евро стоит. Я сейчас посмотрел, сколько на букинге я забронировал. Он стоит. Я бронирую все отели на букинге. И там была цена 59 евро за ночь вместе с завтраком. Все, начинаем теперь точно обзор комнаты. Обзор начинаю от входной дыри. Вот она, в принципе, входная дыри. Здесь карточки. Здесь не включить, здесь карточки. Вот они, карточка ставлена. Работает свет и тому подобное. Вот так вот выглядит кровать. Очень классно украшена. Кровать больше, чем в седе отеле. Там была маленькая кровать. Здесь как раз-таки для двух персон она подойдет. Четыре подушки. Здесь прикроватный столик либо тумбочка. Такие вот лампы. Две штуки. Здесь картина. Здесь у нас что-то, я не знаю. А, температура выставляется. 27 градусов сейчас в комнате. Хорошо. На первый раз, гляд, все чисто. Балкон. Мы тоже пойдем до балкона с вами. Здесь висит тоже такой светильничек. Телевизор. Два пульта. Пульты в седе были в пленочке. Из-за коронавируса здесь без пленки. Это минус. Чайный, кофейный набор. Два пакетика чая, кофе, сахар. Два стаканчика. Чайник сам. Чайник выглядит как-то немножечко потрепанно. Давайте посмотрим. И он был использован недавно с водой. Такой телевизор. Не знаю, работает или не работает. Здесь большой плюс в том, что есть стол. Стул. Ну, стул, конечно. Но уже мебель тоже такая, знаете, потертая. Вот, видите, грязная прям мебель. Стул хоть и белый, но... Вот так вот выглядит. Это минус. Это большой-большой минус для отеля. И стол тоже такой, знаете, потертый. У меня здесь есть плюс в том, что есть мусорка. Там я мучился, что не было мусорки. Потом нас встречает вот такой шкаф. Там вот мои вещи лежат. А, кстати, есть специальная полочка рядом с дверью для шкафа. Вот она. Она раскладывается. И сюда ложится чемодан. Это тоже плюс. Шкаф. В шкафу, значит, у нас есть вешалки. Пока я не вижу. Есть вешалки. Есть сейф. Есть вода с холодильником. В холодильник вода. Вода стоит 1 евро. Меня уже предупредили. Честно скажу, что шкаф грязноватый. Не убирали, не убирали. Здесь какие-то лежат еще книги. Давайте посмотрим, что это такое правило. Какие-то. Аренах отеля. Вот арена отеля. Так. Массаж они предлагают. Мультитерапия какая-то. Это-это-это-это. Какие-то еще документы. На немецком написано, на русском написано. Как пользуется сейфом. Информация на разных языках. Вот. Важная информация о нашем отеле. Потом почитаем, полистаем. Там еще какая-то книжечка лежит. Давайте посмотрим, скорее всего, какая-нибудь. Библия или Коран. Это у нас все-таки Тестамент Библии. Библия на английском языке. Но она довольно-таки грязная Библия. Никто я давно ее не пользовался. Я думаю, что здесь вот полочка. Давайте еще просто проведу и посмотрим. А, нет. Чисто. Окей. Так вот выглядит шкаф. Но вешалки все разные. И это выглядит... Кто-то из гостей, видимо, оставил свою вешалочку. Вот это вообще отличается от отеля. Вот это тоже. А, нет. Это все принадлежит к отелю. И, естественно, по частоте немножечко меня расстраивает номер. Потому что я думал, что будет больше стены. Вот в таком состоянии тоже требуется ремонт. Но еще это лучше в любом случае, чем номер в Сиде отеля. Там есть салфетки. Вот на том ручке лежат. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Открывается все отлично. Что меня здесь радует, это то, что здесь большой туалет и ванная комната. Смотрите. Смотрите на это великолепие. Два полотенца сверху лежит. Одно полотенце здесь. Это для рук, для ног. Я что-то не пойму, она грязная или... Или, мне кажется, будет... Нет, для ног полотенца там лежит. Это для лица, наверное. Но она грязноватая. Фен. Давайте проверим фен. Работает, но он почему-то грязноватый. Есть зеркало отдельное. Такое зеркало есть еще отдельное. Вот такие принадлежности. Значит, у нас для шампунь, для души шампунь, шампунь, гель, гель-гель и для мыла. Отлично. Туалетная бумага есть. Унитаз. Самый интересный. Унитаз, как обычно. Ёшик. Ну, здесь большая как бы вот ванная комната, большой душ. Можно спокойно будет встать и помыться сантехника. Тоже, конечно, желает лучшего. Посмотрите, это все. У нас в отеле за это бы получил. Да, если бы так убирался. Но здесь есть статический душ и есть нестатический, с которым можно брать руки и мыться. Мыться. Это хорошо. Ручка есть для того, чтобы держаться, чтобы не упасить. Помыть бы. Двезноватая. В целом. Вот полотеносушитель. Но его надо включить. Потом розеточку, да? В целом. Номер, возможно, соответствует своей цене. Мы еще посмотрим, как кровать. Я сказал уже потом, когда я посплю. Когда здесь побуду. То я скажу по комфортности, как этот номер. Скажу все недостатки, все минусы, все плюсы. Минус я вижу. Всего лишь вот одна розетка там. Здесь розетка занята. Для зарядки есть. Розетка еще к чему тут здесь, рядом с дверью. Для чего, для колонны, не знаю. Давайте сюда пройдем еще. Здесь поджена. Открывается. И здесь есть переходничок такой. Но это хорошо, это плюс. Вот так вот все это выглядит. А, теперь идемте на балкон. Вид с балкона посмотрим. На балконе, как вы видите, стоит столик. Один. Два столика. Пепельница. Ах, у нас жалюча открыть. Сначала открыть жалючь. В другом направлении. Для того, чтобы выйти, мне нужно открыть жалючь. Окей, жалючь открыта. Вид во двор. Ничего нового, ничего интересного. Балкончик маленький. Ну, пойдет. То есть, посидеть. Здесь пойдет. А, кстати, вид есть. Вид на море. Вот и на море. Но она не плавает. Кораблики. Вид на море. Классно. Ну, здесь, естественно, вид во двор. Внизу там. Но вид на море существует. Это хорошо. Если был бы зал, где-нибудь номер, то был бы лучше вид на море. Ну, так тоже хорошо. И вот остальные здесь, здесь светильничек на балконе. Еще один светильничек. В принципе, номер меня устраивает. Вот, как я сказал, больше и лучше, чем Сиде отель. Ну, и цена 59 евро за ночь вместе с завтраком. Напишите в комментариях ваше мнение по этому номеру. А, здесь вот есть табличка «Еще не беспокоить» или «Убрать комнату». Это тоже хорошо. А, я еще вам рассказал, что здесь есть такие же вот эти, как это называется, одноразовые шлепки, если кто-то забыл. Напишите свое мнение, как вам этот номер, который я забронировал. На мой взгляд, он лучше. Он лучше. Но по чистоте он особо не отличается. Или, точнее, по сантехнике, по всему тому, что по ремонту он не отличается, как в Сиде отель. Там в Сиде было похуже. Жду ваших комментариев, жду ваше мнение. На этом будет видео заканчивать. Всем всего доброго, всего хорошего и безболь. Чус! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!